привет мои дорогие мы сегодня с вами в коз снова я заскочила посмотреть что у них есть нового вы знаете я с удивлением обнаруживаю что у них очень быстро меняются коллекции вот я была какое-то время назад может быть неделю-две назад и сейчас у них очень много нового очень много чего другого висит вот например тех джинсов платьев которые всем очень понравились и уже нет ну в общем я так думаю что это как они как-то делают ротацию потому что у них в магазине такая как бы политика ну что ли что в магазине должен быть набитым и полным и не должно быть много вещей у них так все так жиденько висит и поэтому они видимо какие-то вещи убирают вывешивают новые потом снова довешиваю в общем потому что я находила здесь вещи которые вроде бы как магазине уже нету потом они снова появляются потом снова появляется на спрогаже ну короче давайте посмотрим что что же я принесла значит этот свитер висел на витрине меня он заинтересовал он очень толстый но судя по цене он наверное не имеет какой-то хороший состав потому что он стоит 280 долларов это дорого наверное шерсть может быть махер в общем короче у меня здесь юбка платье платье юбка еще что-то а брюки все давайте примерить так я конечно его сразу померила первым делом этот свитер и вот такие вот брюки я вам потом покажу заправлю в общем покажу как они выглядят они очень неплохо выглядят из-за что они мне маловатые опять же беру те размеры которые есть вам 8 и был там 14 я решила взять поменьше чем побольше просто побольше они с меня упали вы видите я все они мне тут ко мне ломится они явно маловаты ну в этом давайте посмотрим свитер значит у него 30 процентов шерсть и 80 процентов и 70 процентов махер поэтому он такой дорогой он очень симпатичный он довольно красиво выглядит ну как бы он любителя конечно вся эта леопардовая история очень и очень в моде по моему в тренде собственно когда она не была в тренде всегда в тренде но он так знаете хорошо сделан так что мне нравится в их свитера в косовских что они как-то вот хорошо лежат знаете они он в общем очень большой это размер медиум он очень высадь но при этом вот он как-то так не просто висит такой болтается огромной тряпкой а в принципе вот он как-то внизу суживается немножко то есть вот ну как держит форму неплохо но он очень толстый он такой жарко толстый он просто просто это это на очень холодную погоду если вы будете в каком-то помещении где есть отопление вы просто в нем спаритесь и упарить потому что он такой толщины и конечно теплый потому что он махеровый шерстяной я вот мне уже просто мне очень жарко брюки тоже хорошие но как я уже сказала маловаты мне нравится в косовские брюки потому что у них вот эти вот бананы такие со складками длина мне хороша вот в отличие от зары где мне надо половину брючина отрезать в косе брюки мне нормально по длине они такие немножко укороченные такие бананы найти в принципе идея очень классная нужно только правильный размер у есть карманы на карманы зашиты но в общем цвет такой зелененький защитная ткань приятная посмотрю состав симпатичные брюки так вот они сверху просто сделаны просто пояс и сло так брюки 98 процентов хлопок и 2 процента эластан и стоят они 135 долларов 8 размер это не так уж много ну для курса вот номер я просили девочки писать номер под под видео ну и я могу снимать чтобы сделать скриншот если вам нужно поможете как очень классная юбка меня нет кофточки поэтому я и оставила с этим свитером я должна сказать что с него лезет столько ниток и пуха мохера из шерсти или вниз ничего что мне вот весь телефон в этом все руки мои я все время отбываюсь от него ну то есть он как бы очень лезет ой сори короче классная юбка значит сверху сама она сделана из льна и лето в основном леда 80 процентов льна и подкладка 100 процентный коттон она такая классная во-первых цвет такой приятно приятно молочный значит ведь как сколько на налезла на этот на эту юбку бедную с этого свитера о май гад девочки не покупайте его даже если он нравится с него столько лезет вам может быть не видно это я вся юбка у меня в этих прямо как неудобно посмотрите вот я вам сейчас покажу видите ужасно юбка классно я бы выяснила но у меня ничего нет никакого топа юбка классная значит она сделана сверху у нее такая вот как бы пояс здесь такая проложена такая ткань сзади она на резинке складки сделаны карманчики вот тут вот и два разреза очень классная юбка мне она очень нравится очень красиво сидит на мне ну так это я себя хвалю ну правда красивый фасон интересные какие-то разрезы сделаны цвет хороший хорошо сидит знаете так не толстит не худит лучше бы худела и худила но не толстит это уже хорошо классная юбка я это перегадила этим свитером если честно что что мне прям даже неудобно числе нести назад кошмар какой-то слушайте свитер этот пипец короче вот его код medium 280 долларов никому не советую покупать потому что от него очень много с него много лезет гадости всякой и он очень толстый душный такой прямо ну в общем не нравится короче юбка вся вся в этих волосах так значит это она стоит рассказал состав уже это размер 10 стоит она 150 долларов не страшно и вот так вот вот эти вот это вот его варкод номер будете бить и она сделана сзади объем но так немножко при собранном такую резиночку сзади видите как классно и вот здесь вот такая ткань и вот у нас кладочки карманчики классно привык вот реально хорошая очень красиво сидит как одна и фигуре хороших стопроцентное шерстяное платье я до сих пор от отмываюсь от этого свитера на помаду налепилась на телефон кошмар значит стопроцентный шерсть это размер смол они очень платья эти оверсайз очень объемные буши мои для красоты вытащила их чтобы вот не просто так вы знаете что очень хорошее очень базовое платье конечно его надо с такими высокими сапогами какими-то такими даже желательно немножко таки полуватфорты которые уходят под него чтобы не было не резалась нога и в принципе единственное что рукав такой но он не короткий понимаете вот он выглядит как будто бы что-то короткий рукав на самом деле за счет ширины рукав не короткий он в общем такой ниже локтя ну и можно вниз надеть какую-то бабушку или свитер тонкий она не не толстая она не не душная не колючая не не чесучая ничего хотя стопроцентная шерсть очень приятная ткань ничего не чешется ничего цель вот ну и такой очень базовая свободная познаете что-то ко мне там уже прицепилась карманов нет нет потому что этот свитер симпатичное платье такое знаете благородный такой знаете если вам вот нужно если вам нужна какая-то зимняя базовая вещь в гардеробе то вот это прям идеально его можно с ним что угодно но единственное что что-то надеть на него сверху будет проблематично я имею ввиду жакет или вот даже пальто честно говоря нужно пальто с такой вот проймой то есть если вы хотите немножко утеплиться надо что-то будет надеть вниз чтобы удлинить рукав или пальто какой-то вот такой типа не знаю накидки или кейп какой-то потому что вот вот это вот пройма она конечно проблемная когда если вы говорите о каком-то и какой-то верхней одежде так это был размер смол чтобы вы понимали и стоит она 185 долларов это совсем недорого для чистой шерсти вы знаете серьезно может я что-то по всему действительно чистая шерсть и цинапка нормальная в общем это мой фаворит пока что потому что она сильно очень удобная очень практичная и очень хорошего качества но единственное что вот пройма это конечно может создать проблему мне хотелось повесить его платье ну мне конечно оно в животе маленькое хотя это large а здесь вот как-то видимо великовато надо было взять экстра ларш ведь она очень облегает мне живот хотя идея красивая но все-таки трикотаж мне никогда не хорошо был ну и сейчас он еще больше мне не хорошо потому что я поправилась когда есть живот конечно вот эти трикотажные всякие вещи хотя она не узкая не прямое но только расклёшен клешный такой внизу очень красиво так вот внизу лежит кстати вот если надеть на него вот такой свитер то как юбка это было бы очень красиво вместе я не буду это делать на любой одежде что это просто жалко ее портить в общем платье симпатичное принципе идея красивая но мне вот здесь нужен медиум а здесь нужен экстра лардж вставлять ну потому что здесь вот явно мне кажется что здесь оно должно быть сейчас не смотрите на мой живот вот я его утянула вот так должно быть немножко ну как бы плотнее сверху потому что вот то что вот это здесь болтается и кровь она такая то есть это как-то не должно быть так а вот все вот конечно вот если его вот так вот подтянуть вот так вот если я его подтягиваю то как бы здесь облегание уменьшается за счет вот этого кроя и оно не так неком не красиво но все равно живут виде конечно мне это не не хорошо так видите это из дешевых 135 долларов для коса из самых дешевых платьев размер лардж и он что-то 2 процента хлопок и все остальное эластан то есть она в принципе хлопковая чуть-чуть эластан очень красивый цвет кстати сделаны в португалии то есть даже не китайская вообще не разу вполне себе даже очень приличная приличный пошив наносит наш это хорошо и цвет бесподобный но фасончик не мой это для девочек у кого живота нету вот им будет хорошо потому что вот это вот оборка в центре вот эта сборка она как-то делает как висит как мешок а на самом деле она когда вы на себя надеваете вот эта вот штука вот эта верхняя часть она подчеркивает ваши достоинства и недостатки которые есть у вас ниже талии но вот в данном случае не мой не мой будет совсем другое дело это мой фасончик платьице парашют можно в поясе можно без я потом пояс сниму покажу как она без пояса вы знаете плать красивое это черное шитье это не просто черное а значит карманчики есть все хлопок и вверх и подкладка вниз подкладка и красивый такой удобный хороший рукав сейчас мы что-то здесь специально здесь так он так скроем что у него здесь как будто вы такой как будто вы такой знаете как это называется не знаю как назвать в общем видите так он расширяется книгу и на резинке и довольно красиво вот это вот горловина пройма которая наверно можно так вот опустить чтобы это было вот такое платье без плечей аля кармен а можно и поднять как вам лучше как вам больше нравится как вам удобнее вот так вот тоже нужно и получается вырез такой круглый или квадратный в общем хорошее платье красивое сколько стоит не значит посмотрю размер тоже не помню по моему это видео но я сейчас посмотрю или 8 сейчас посмотрю точно но она широко объемные можно в принципе чуть поменьше чуть побольше видите вот подкладка до сих пор а дальше идет нога нога в жизни она лучше чем на на камере потому что на камере вот это все черное просто просто черное платье теряется как бы его высота а на самом деле это очень красивая ткань и без пояса она тоже очень красиво будет смотреться смотрите даже лучше мне кажется правда же без пояса без пояса даже красивее ну она конечно летние ну скажем так она довольно такой плотная и хотя это хлопок но толстая довольно так толстая тяжелая ткань и за счет этого она как бы ну в принципе его осенью вполне можно носить каким-то плащиком таким или с курточкой вполне потому что нужно такое уж совсем и тонко ну да вот такой плотно плотно тяжелой ткань ведь какой вклад интересный как-то так он интересно сделал платье не дешевая ой 190 долларов это вообще размер даже 6 понимаете как бы она большого я обычно 8 для меня брюки маленькие между 10 да вот эта юбка была 10 и она мне хороша а вот этот платье шестого размера все ну конечно как многие вещи в коз вот такие вот она очень объемная но хороший состав все хлопок сшито так хорошо но но не совсем нет я бы сказала что она такое уже в общем-то и даже осеннее хотя и это можно тоже вот так вот она ну что ж такие нас были сегодня примерки эти вкусе довольно часто меняется коллекция и с того что мне понравилось мне понравилось это платье мне понравилось юбка мне понравилось это бежевое платье в принципе и брюки неплохие но они мне маленькие вот это платье тоже неплохое просто это не мой фасон для меня неплохое этот серийного а для кого-то может очень даже вполне но вот свитер дизастр катастрофа девочки покупайте у меня весь пол видите в этих весь пол пухой от него я вся до сих пор отклевываюсь телефон весь в нем в общем сейчас приду домой буду обдуваться все люблю целую увидимся в следующем видео пока пока дико из канады всем привет пока